Ремонт дорог в Бийске Ремонт дорог в Бийске В городе вроде все понятно Центральные улицы, центральные городские маршруты Там где движутся автобусы, там где движется спецтрансфорт Где передвигается основной поток Но каждого из нас, и меня также Волнует и темы А что в том микрорайоне, в котором я проживаю А когда там будет ремонтироваться дорога И абсолютно такие же вопросы задают все жители нашего города Этот год, безусловно, была тема приведения наших городских дорог чисто в проезжие состояния, потому что мы их практически утеряли за последнее время. Тема на сегодня максимально, как я и говорил, в начале года будет закрыта до конца теплого периода времени, а далее вопрос следующего года. Те ассигнования, которые мы совместно с правительством Алтайского края собираемся выделить на ремонт городских улиц, понятно, охватить все и вся сразу не получится. Поэтому, еще раз повторяюсь, эта тема актуальна и очень важна в плане того, чтобы жители сами, наверное, сегодня помогли администрации города Бийска поучаствовать в теме восстановления дорог, в теме ремонта дорог. А участвовать будет на что? Можно ли уже говорить, какие у нас будут объемы финансирования на будущие годы? И вообще откуда взялись деньги в этом году? Потому что такого масштабного ремонта в Бийске не было давно. Ну тогда начнем с 2018 года. Безусловно, это большая работа, которая была проведена всеми и структурными подразделениями администрации города Бийска. Ну и, конечно же, активно нам помогало правительство Алтайского края. Поэтому в итоге наполнение бюджета, в итоге целевые ассигнования, которые пошли, они превысят 200 миллионов рублей. Это я точно могу сказать, что они превысят 200 миллионов рублей. Не считая сети, дорог, то есть наши внутридворовые территории, где 82 миллиона, отдельной статьей проходят из федерального и регионального бюджетов. Следующий год ассигнования, да, мы уже понимаем, мы уже знаем. Это 200 миллионов рублей, которые выделяет правительство Алтайского края из Дорожного фонда Алтайского края. 10 миллионов – это наше софинансирование. Ну и тема ремонтов локальными картами, которые в этом году впервые мы применили на территории города Бийска, она будет продолжена. Итог. Планируем на следующий год 250 миллионов рублей. Понятно, охватить все и вся не получится. И понятно, что здесь надо ставить приоритеты. Константин Валерьевич, скажите, пожалуйста, принципиальное отличие того, что было у нас раньше, ямочный ремонт, в сегодняшний, в чем? С технической точки зрения. Прежде всего, это, конечно, как уже говорил Александр Петрович, качество и долговечность работ. Потому что, сами понимаете, при той технологии, где только ямочным ремонтом ремонтируется асфальтовое покрытие, невозможно охватить такую площадь, которая бы позволила привести в проезжие состояние дорогу. Ну, я, наверное, тут добавлю, на локальные карты по условиям контракта обязательно установлено гарантийное обязательство дорожно-строительной организации. Это пять лет. Можно говорить о том, что Бийска в будущем придет на такую форму ремонта? Она будет применяться, но все-таки в приоритете для Бийска. Не ямочный ремонт, не локальный ремонт, а ремонт большими участками и целыми улицами. Текущий ремонт. То есть полностью снятие верхнего слоя и восстановление уже новым асфальтом. Если говорить о каких-то таких глобальных планах на будущее, вот что мы будем только ремонтировать, но еще и строить? Каждый год в город прибывает по 5-7 тысяч легковых автомобилей. Количество растет в часы пик. Пропускная способность улиц уже не может обеспечить транспортный поток. И на сегодня назрела необходимость запараллеливать, строить новые маршруты, объездные пути. И к этому уже приступили. Управление капитального строительства объявило закупку почти на 30 миллионов рублей на проектирование проектно-сметной документации на реконструкцию объездной дороги микрорайона «Зеленый Клин» до 4-х полоски. И в этом же задании разработка проектно-сметной документации на строительство кольцевой развязки и автомобильной дороги по защитной дамбе микрорайона «Зеленый Клин» с выездами на Кожевинный и на Лейский. Но это еще не все. Еще планируется построить улицу Короленко. В прошлом году хороший опыт, хороший результат мы получили в городе, когда построили улицу Шевченко в рамках программы «Комфортная городская среда». Но мы запустили большой транспортный поток на центральную улицу Живого микрорайона. Надо сейчас исправить ошибку, и все-таки транспортный поток должен пройти по Короленко, по периферии Живого массива. Наверное, для любого человека важнее эти дороги там, где он живет. Это и микрорайон, и проезжая часть. Вот в прошлом году у нас началась масштабная программа «Городская среда». Отремонтировали проезды внутри дворов. Масштабные идут ремонты на городских улицах, но остаются у нас такими незадействованы пока что межкварталки. Сегодня люди часто обращаются, просят сделать дорогу до школы, до больницы. Очень много таких обращений. И на самом деле тема назрела и даже перезрела. У нас крайне остро стоят вопросы по улице Лозу. Это в районе переезда. Крайне остро стоят вопросы автодорога в сторону Росреестра, микрорайоне Зеленый Клин. Много таких больных тем. Да, конечно, предусматривается в рамках комфортной городской среды строительство подъездных путей от дворов до центральных и межквартальных улиц. А вот тема межквартальных улиц на сегодня она никак нигде в городе не звучит. Мы готовимся к этой теме. Предварительно тоже наброски в управление жилищно-коммунального хозяйства имеются. И как только большой комплекс работ по ремонту улиц будет выполнен, мы обязательно приступим и к ремонту межквартальных проездов. Программа, когда начиналась, она делала какие-то робкие шаги. И на тот момент не все учитывалось. Первое, что делали, потому что не каждый верил, наверное, далеко не все верили в том, что она, эта программа будет продолжаться. Все время пытались как-то ее во что-то ограничить или ввязать. Ну, например, первые годы мы очень сильно привязывали те дворы, там, где есть во дворах детские сады, какие-то учреждения, больницы, школы. Естественно, для того, чтобы еще как-то инфраструктуру, подход, подъезд к этим школам отремонтировать. Заодно двор сделали. Первое время именно так была программа. Сейчас, слава богу, постепенно мы уже от этого отходим, потому что, ну, я считаю, большую часть вот этих моментов мы устранили. И сегодня уже идут, ну, практически подряд. Желающие подают, жители подают заявку на участие в этой программе. Там есть определенные, как бы, моменты, которые они должны соблюдать. Значит, и уже мы рассматриваем на конкурсе, на конкурсной основе рассматриваем участие вот этих домов. Что хочу сказать, как бы, на сегодняшний день, мы, почему, говорю, продвинуться немножко подальше, начинали в границах дома. Дорога делалась четко в границах дома. То есть, ни один выезд со двора не делался в свое время. Сейчас уже это устранено. Пришли к общему мнению. Достучались до региона, достучались до федерации, да. И говорим о том, что, ну, знаете, как-то кто-то недавно сказал, говорит, идешь по двору в туфельках, а со двора нужно уже калоши одевать. Ну, сейчас уже такого нет. Мы ведь всегда учитываем выезд обязательно от центральной магистрали. И дорога делается целиком. Что касается жителей, активней, с каждым разом все активней поднимают участие. Ну, к сожалению, еще не так, как нам хотелось бы. Хотя мы можем привести дворы, примеры дворов, где очень активно жители участвуют. И там просто, ну, сейчас просто превратили в конфетку. Эти дворы, они действительно там что-то посадили, срезали, газонную траву, убрали вот эти старые кустарники, которые уже, ну, действительно, вот уже вчерашний день, как бы, газонная травка стоит. Здорово смотрится. Жители, я по новым дворам езжу, сейчас смотрю, специально сам все время проверяю. Ребятишек очень много. Они там и были в этих дворах-то. Самое интересное, что они там и жили, их не было заметно. А сейчас, когда появился новый асфальт, это ролики, это скейтборд, это велосипеды. Их в таком количестве ребятишек появилось, оказывается, в наших дворах их много. Вот это радует. Предлагаем ограничить как-то скорость движения, там, теми же искусственными полицейскими. Искусственными препятствиями. Да, искусственными препятствиями, полицейскими лежачими, как у нас принято в народе говорить, как бы. Но, тем не менее, такие дворы тоже есть. Я вот, Наверное, в продолжение скажу. Вот, когда мы с вами сейчас поднимали тему общественной инициативы, да, в ремонте дорог, вот, как раз комфортная городская среда, она и подтолкнула все эти процессы. Одно из обязательных условий, это как раз было, есть общественные инициативы. То есть жители сами решают, участвовать им или не участвовать в данной программе. И вот, хотелось бы, конечно, чтобы вот этот положительный опыт, он и дальше распространился в целом на город Бийск. Вот, смотрите, есть дороги для водителей, а есть еще пешеходы, которым нужны тротуары, освещение, хорошие заметные дорожные знаки, удобные транспортные карманы. Будет все это в будущем учитываться? Не только в будущем, уже начинаем. Да, пусть это пока маленькие, робкие шажки, но уже в этом году будут отремонтированы два остановочных кармана по улице Трофимова. Это на переезде, это на массово-экстракционном. Будет частично отремонтирован тротуар в микрорайоне «Зеленый Клин». Это подъем от пересечения улицы Советской, улицы Машиностроителей до верхней точки. Пока только вот это, но это первый шаг. Ну и, конечно же, район девятой школы, эталенный комбинат, там мы полностью выполним строительство тротуара. Это крайне необходимо. Да, дороги совершенно верно сказали, но комфорт он должен быть для всех. И для пешеходов, и в целом в микрорайонах надо создавать нормальную доступную инфраструктуру для того, чтобы жителям было комфортно. Вопросы, которые мы сегодня поднимаем, они же берутся не с воздуха, а это все обратная связь с населением. Допустим, если у нас биско-медиагруппа, у нас есть газеты, телевидение, интернет-порталы, сайты. Связь мы получаем всегда. У нас есть и карта дорожных ям, и карта убитых дорог, и прочего. То есть люди хотят сделать свой город лучше. А вопрос в том, можно ли как-то организованно довести это до дорожников, до властей. Вот на ваш взгляд, какая была бы форма оптимальная для этого? Наверное, все-таки хотелось бы в этом году попробовать транслировать новый опыт, который в марте этого года мы с вами все получили в рамках, опять же, программы «Комфортная городская» по благоустройству наших общественных территорий. Наверное, такой же способ, способ опроса, способ определения приоритетности выполненной работы можно было бы использовать и при, скажем так, планировании работ по дорогам. Как бы вы отнеслись, если бы наша биско-медиагруппа взяла бы на себя процесс организации, мы бы сделали такой средств населения. Есть такое предложение провести не только анкетирование, но и предложить людям всем поучаствовать в голосовании, высказать свою точку зрения о развитии уличной дорожной сети. Если мы предложим бичанам, скажем, заполнить некие анкеты, раздадим их заблаговременно, и вот, сами говорите, 9 сентября у нас такой опыт уже есть, день голосования, делиться своим мнением. Будет все это учтено? Обязательно. И только положительно отношусь к этому. У вас есть все возможности, у вас на сегодня замечательная узнаваемость, вам доверяют. Поэтому я думаю, что в более надежные руки эту тему и передать нельзя было бы. Мы, администрация города, также активно будем участвовать в этой теме. Еще раз повторюсь, для нас это очень важно. Спасибо большое. На сегодня это все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. А пока думайте, какие дороги вам бы хотелось видеть отремонтированными в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok